всем привет в этом видео я решил поделиться с вами с тем как сканировать книги как переводить их в электронный вариант в этом деле я имею да мне кажется достаточно большой опыт поэтому мне есть что рассказать будем сканировать и переводить в электронный вариант вот эту вот книжку называется на все обо всем как пример да ну подойдет любая книга совершенно для этого нам соответственно понадобится программа fine reader я использую 12d потом программа scantailor я использую версию 09 11 1 и photoshop я использую photoshop версии ss также потребуется нам программа называется adobe acrobat pro вот такая вот и выходной результат будет примерно таким то есть вот такие чистенькие белые страницы с распознанным текстом вот пользоваться я буду совершенно обычным я даже сказал устаревшим сканером но тут три в одном да самсунгом scx 4200 сейчас буду записывать с монитора порядок своих действий все все подробно объяснять все наши действия начинаются со сканирования книги а дальше уже идет ее обработка начинаем сканировать мы с вами внутренности не сканируя обложку почему я объясню чуть позже мы нажимаем fine reader сканировать и здесь у нас выходят параметры а почему именно fine reader как я выбираю для того чтобы сканировать книги потому что вот в нем есть функция многостраничное сканирование и им вам не нужно будет постоянно нажимать кнопку сканировать допустим фотошопе даем для того чтобы совершился один прогон то есть все будет автоматически вы встаете или садитесь напротив сканера и просто вот следите за лучом на сканере как он проходит и переворачиваете страницы вот и таким образом сканируете одну с другой страницей даже не отвлекаясь на компьютер вот сейчас я начну сканировать страницы и позже возгнолью запись я только что отсканировал несколько страниц вот у меня 8 страниц есть сейчас я нажму остановить сканирование для того чтобы сканирование закончил соответственно вот нажимаем эту кнопочку и ждем соответственно сканирование сейчас остановится и сканер перестанет сканировать все я сканировал 9 страниц полностью книгу я сканировать не буду потому что это долго и мне вообще происходит сам процесс у меня есть первая страница это я отвлекся у меня как бы еще книга не была положена и просто общем ненужная страница я ее удаляю через delete далее я уже начал сканировать вот скан выглядит примерно так вот видите где красная вот как бы книга не самая новая 95 года вот так в общем она выглядит а справа показан как бы как она будет выглядеть если распознать текст вот в общем вот он распознает но это тоже не суть пока что нужно привести скан в порядок а уже потом распознавать текст то есть вот я сканировал несколько страничек оглавление там содержание некая и выбрал какую-либо страницу чтобы была на ней картинка любая чуть позже объясню зачем в общем все так соответственно последний страница тоже удаляю она неудачно нажимаем файл сохранить страница как изображение и например какую-нибудь папку создаем и сюда вписываем название файла то есть я обычно пишу и mg просто и как бы все последующие файлы будут называться в эту как бы приставка а все остальное это и mg1 и mg2 и mg3 то есть все файлы будут идти с названием mg и нумерацией от одного до количества страниц здесь я обычно выбираю тиф серый не сжатый если бы у вас была была цветная книга вы бы выбрали тиф цветной где-то тут был вода тиф цветной не сжатый вы бы выбрали будь изображение цветным но у меня изображение цветной поэтому я выбираю именно серый и не сжатый и нажимаю сохранить все у меня сохранилось вот примерно вот так у меня выглядит скан но пока что не обработанный сейчас будем обрабатывать ну то есть в идеале например вот эту страницу было бы желательно пересканировать она вообще как-то криво вышла но возможно даже это обработается и будет не так заметно теперь мы переходим к следующему этапу нам необходимо отсканировать обложку обложка буду сканировать уже в фотошопе потому что дальше не нужно будет и обработать один момент вот то есть также мы с вами должны еще узнать какие размеры у книги то есть размеры 130 на 200 миллиметров вот я смотрю по озону потому что на зоне обычно вот все эти книги есть можно в любом другом месте то есть 130 на 200 миллиметров теперь мы с вами нажимаем файл импортировать поддержка via здесь указываем куда у нас сохранится отсканированная обложка открыть или нет не открыть как бы фотошопе после сканирования и создать уникальную папку с и именем сегодняшней даты то есть я обычно эту галку убираю и просто указываю путь куда сканировать да нажимаю начало выбираем наш сканер и здесь мы выбираем обязательно не цветное изображение а настроить качество сканируемого изображения потому что нам нужно 300 dpi поставить а здесь цветное изображение по умолчанию 150 то есть ставим 300 вот и галочка становится на особых параметрах нам так и нужно сейчас я поставлю книгу и отсканирую ждем пока отсканируется цветные изображения само собой сканируется дольше чем обычные черно-белые поэтому примерно где-то в три раза больше времени уйдет на сканирование цветного чем черно-белого изображения я обычно ставлю всегда разрешение в 300 dpi оно такое самое приемлемое как для цветного так и для черно-белого скана вот появилась такая обложка давайте отсканирую еще заднюю часть быстренько также файл импортировать поддержка via здесь галочка сбрасывается опять особые параметры вот здесь как бы все сохраняется сканировать и 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 в общем теперь все отсканировано Сейчас вспомним, как вращать изображение Вращение по часовой на 90 Изображение, вращение тоже по часовой Теперь берем, нажимаем на букву С Выбирается вот эта вот рамочка, да? Выбираем область с изображением, точнее с книгой Вот так вот подгоняем Подстраиваем, чтобы прям все точно в рамочку вышло Если маленько края не вошли в сканер, ничего страшного Пускай будет так, да? Ну примерно, как-нибудь так Теперь вот это заднее изображение В общем, вот так пойдет Теперь для тех, кто хочет, чтобы совсем все было идеально И он владеет там небольшими навыками фотошопа Он может выбрать, например, какой-нибудь штамп Вот этот вот инструмент Нажать на Alt И кликнуть по области С которой мы будем забирать свет И вот все эти места, которые у нас не вошли в скан Подкрасить, да? Под себя, как ему нужно Вот по-красивому вот так вот сделать все Потом можно вот это вот место, где Сгиб идет Тоже подкрасить Просто у меня колесик Мыши не работает, поэтому я пользуюсь инструментами Лупы Допустим, штамп Вот так вот можно вот эти изгибы подкрасить Да, под себя Чтобы совсем было идеально Но я этим, пожалуй, заниматься не буду Это маленько не то, о чем я хотел в целом рассказать Так То есть можно все довести до ума Я к этому И мы сейчас берем Заходим в изображение Размер изображения И мы как бы Смотрели размеры То есть здесь ставим такой размер Которому и соответствует книга То есть 200 по высоте 130 по ширине То есть 200 по высоте Не забываем указывать Что это миллиметры 200 по высоте Здесь мы убираем с вами этот замочек Чтобы можно было указывать произвольные размеры У нас сейчас как бы оно маленько растянется Но это будет незаметно Все это, как говорится, следствие того, что мы Немаленько криво выделили рамкой Когда вырезали кусок книги из самого скана Все отлично Все отлично Здесь идея та же Размер изображения 200 на 130 Окей Сохраняем изображение Теперь мы с вами должны Все эти изображения Положить в одну папку Вот я их положил в одну папку И как мы видим У нас порядок Сначала ИМЖ 001 002 И так далее Нужно сделать так Чтобы у нас Изображение Обложки Было Самое первое А изображение Соответственно Обратной стороны обложки Последним То есть Я указываю Три буквы А здесь И Три буквы Z здесь Также я забыл сказать Один очень важный момент То что у нас Программа Скантейлор Не может работать С изображениями БМП Вот здесь я маленько Тупанул Поэтому мы берем Эти изображения Нажимаем Ctrl Alt Сохранить для Веб И выбираем Какой-нибудь Другой формат PNG24 Вполне подойдет Также можно поставить Вообще JPEG И Снизить Качество До Пускай будет 80 Чтобы он меньше Занимал Вот 2.8 Будет Ну в принципе Все Сохраняем Данные изображения Все Ложим В одну и ту же Папку Изображение Обложки Соответственно Называем Три Английские буквы А Изображение Обратной стороны Обложки Три английские Буквы З Вот я Сохраняю В нашу общую Папку Это будет Три большие Точнее Три буквы Английские А Это передняя часть Обложки Задняя часть Обложки Это три буквы Z Сохраняем А вот Эти вот лишние БМП Мы удаляем Все Идеально То есть У вас на выходе Будет Здесь Обложка Вот По концам Да И Содержимое Книги Вот что У вас должно Быть на выходе Но у меня Поскольку я Сканировал не все У меня страничек Мало Теперь Мы уже Переходим К следующему Инструменту Это ScanTaylor Обработка То есть В чем идея Здесь Здесь мы с вами Будем Отбеливать Наш скан То есть Нажимаем Новый проект Указываем Директорию Вода То есть Какие изображения Мы с вами будем Обрабатывать А директория Вывода Это как правило Та же самая Папка Только в ней Создается папка Out И в нее Складываются Как бы Изображения После обработки Вот Нажимаем Здесь Ок И он нам Говорит Что есть страницы У которых Там Он не может Определить DPI То есть Мы сканировали Все в 300 DPI Когда указывали Настройки Вот В Fine Reader Например Да Вот 300 Поэтому Здесь тоже указываем 300 на 300 300 На 300 Применить И ОК Здесь у нас Как бы Обложки упали Вниз Не сорян То что мы Называли их Три Буквы А и Три Буквы Z На это Не обращаем Внимания Это не Влияет Нам Это нужно Для Adobe Acrobata Pro Потом В общем Давайте По пунктам Первое Это Исправление Ориентации То есть Мы можем С вами Исправлять Ориентацию Страниц Если Они здесь Указаны В не той Ориентации У меня Все Отсканировано Четко С правильной Ориентацией То есть Если бы У вас Какие-то Страницы Были бы Перевернуты Вы бы Их В общем Исправили По ориентации Здесь Здесь ситуация Следующая Если мы Когда сканировали У нас попадал Разворот Полностью Как бы Вот Две страницы Отражались То мы указываем Вот этот пункт Чтобы он Как бы Делил на страницы То есть Это будет Синий фон Это первая страница Красный фон Вторая страница Но если бы У нас Формат книги Был большой И у нас Помещалась Только одна страница А разворот Бы не помещался Мы бы указали Вот этот тип То есть Вообще Никакого разреза Не делать Иными словами Вот этот вот Первый В моем случае Мы выбираем Вот этот вот Третий тип Он сейчас нам Как бы Странички порежет У нас Станет изображение В два раза больше Вот То есть На каждую Страницу По изображению Берем Здесь нажимаем Изменить Применить Ко всем страницам И нажимаем Вот эту кнопку Он сейчас автоматически Пробежится по всем страницам В проекте И их распилит Как он считает нужным Вот нажимаем Все Вот мы пробежались Теперь наша задача Проверить Где ли он не ошибся Например Он ошибся здесь То есть Здесь у меня нет Двух страниц Поэтому мы указываем Вот этот тип Самый первый Чтобы он ничего Нам не пилил Вот все Отлично Далее Это компенсация Наклона Данная функция Работает как-то Не знаю По-моему Достаточно криво Но вы можете Посмотреть Применить ее Ко всем страницам То есть Он Если будет замечать Что страница Там наклонена неверно По его усмотрению То он ее Маленько повернет Вот И нажимаем Также применить Также Если вы Когда сканировали Как бы Книжку ставили ровно В целом То возможно Даже эта функция Не потребуется Далее У нас Это самое основное Это полезная область То есть Это основной параметр Мы с вами Должны его Обязательно выбрать Идея следующая Мы с вами Нажимаем Применить Ко всем страницам И полезная область Будет автоматически Выбираться После чего Мы с вами Будем Редактировать Уже то Что он Определил неправильно Так мы Сэкономим Больше Времени Вот Он все Сейчас автоматически Пробежится И мы Исправим только то Что он Неправильно Определил То есть Почему-то Он определил Неправильно Все Значит Мы с вами Все И исправляем Соответственно Здесь Вот Выбираем Полезную область Как-то Как-то так Да Она будет Примерно То есть Полезная область Это область С нашим текстом А Вся область За ним Это то Что нам Не нужно Например Вот Белая Белая Страна Страница Там И Прочие Прочие Лишние Элементы Вот Здесь У нас Вообще Нет Никакого Изображения Вообще Можно Сделать Полезную Область Максимально Маленький Вот Такой Вот Дэн Далее Здесь Мы Расширяем Полезную Область Как-то Так Чтобы Был Только Текст Здесь Мы Делаем Как нам Нужно Кстати Когда Я Вот Сейчас Работаю С полезной Областью Для того Чтобы Переключиться На другую Страницу У меня Левая Рука Нажимает Клавиши Page Up И Page Down Мне Так Гораздо Удобнее Чем Кликать Мышкой По Правому Краю И еще Пользоваться Ползунком Вот Это Так На заметку Здесь Полезная Область Так Почти Закончили Здесь И Здесь То То есть Видимо Книга Слишком Не знаю То ли Старая То ли Серая Потому что Там Страницы Уже Такие Пожелтевшие Может быть Скорее Все Все И Все Поэтому Он Как-то Криво Нам Определяет полезную область Если Берете Например Новую книгу Там Где Страницы Белые Чистые В большинстве Случаев Он Определит Полезную область Правильно И вам Нужно Будет Изменить Только На Меньшей Части Страниц Полезную Область То есть Вы Сэкономите Во времени Ну И вот Например Да А Еще Самое Главное Прямо Самое Самое Это То Что На Обложках Полезная Область Это Вся Страница Также Тут Такой Небольшой Косяк Тут Компенсация Наклона Криво Применилась И поэтому Вообще Некрасиво Будет Поэтому Мы Заходим Компенсация Наклона И сейчас Меняем Как бы Только для Одной Страницы Здесь Ставим Ноль Как и Было И сюда Вот Тоже Ноль Как и Было Все Отлично И полезную Область Растягиваем Прямо На Всю Страницу И здесь Также Так Вот и Все Следующий У нас Это Поля То есть Идея Тут Следующая Берем Например Любую Страницу Я сейчас Объясню Например Вот Эту И Вот Меряем Как бы Самое Верхнее Поле То есть Отступ От начала Страницы До Текста В книге Берем Линейку Там Например Или еще Что-нибудь Вот И Замеряем То есть Например В моем Случае Это будет 15 Миллиметров Да На Глазок То есть Идея Такая Сверху Ставим 15 Отступ Убираем Эти Замки Снизу Ставим 0 Слева Ставим 0 И справа Тоже Ставим 0 В чем Вообще Идея Идея В том То что Вот Вся Эта Полезная Область У нас Будет По центру При таких Параметрах Да То есть Она будет Как бы Настраиваться Так Чтобы быть По центру Дальше Она будет Прижиматься Наверх Вот Вот эта Опция Стрелочка Верх Но сверху Будет Отступ 15 Миллиметров То есть Она так Будет Идеально По середине И сверху 15 Миллиметров И это Вот будет Подходить Под все Страницы То есть Берем Теперь Вот саму Верхнюю Страницу Указываем Как я Сказал 15 Сюда 0 И сюда Тоже Все по Нулям Применить Ко всем Страницам Применить Ко всем Страницам И весь Прогон Тынс Все 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 В идеале То есть Здесь Идеально Здесь Идеально И везде Идеально Но На обложках Это не идеально Вот Выбираем Конкретно Обложки И тыкаем Им по нулям Сюда 0 И сюда Так же 0 Почему Мы вообще Так Конкретно Работали С обложками Потому что Идея проекта Такова То что Все страницы Будут иметь Размер Самой большой Страницы Иными словами Мы с вами Делаем так Чтобы Наши Обложки В проекте Были бы Самыми Большими Страницами Тогда все Остальные Страницы Подстроятся Под их Размер Вот И поэтому Мы делали Размер обложек Размером Книги То есть Сейчас У нас Обложки Имеют Размер Книги А все Остальные Страницы В проекте Подстраиваются Под их Размер Такова Логика Все Как мы Видим То что Здесь у нас Все четко Вот например Вот если бы Здесь у нас Допустим Сделаем 40 Даже не 40 А Допустим 400 Да То есть У нас все Выходные файлы Вот будут Вот такие Некрасивые То есть Все файлы Подстраиваются Под размер Наибольшей Страницы В проекте Вот Поэтому Нужно следить За тем Чтобы Именно Обложка Занимала Наибольший Размер Возвращаю Обратно Все Теперь Последний Пункт Это Вывод То есть Если бы У нас Книги Были бы Новые Вот мы Их только Допустим Купили И хотим Отсканировать То нужно Обязательно Ставить Цветной Серый Но если Книги У нас Старые Как в моем Случае То Больше Подойдет Скорее Черно-белый Вариант Давайте Посмотрим Еще вот Здесь Где-нибудь Укажем Цветной Серый Белые Поля Вот такая Вот ситуация Да у нас Не очень Хорошая То есть В данном Конкретном Случае Мы выбираем Именно Цветной Серый Точнее Черно-белый Все Ставим Черно-белый Сюда Черно-белый DPI Ставим 300 Поскольку В 300 Мы сканировали Ко всем Страницам Сюда Тоже Ко всем Страницам Это Вот Как бы Степень Удаления Пятен Вот можно Регулировать Обычно Хватает Самого Обычного Вот этого Маленькой Метлы Тогда она Все Пятны Нам Подотрет Если Это Будет Не так То Будете Регулировать Вот Примените Ко всем Везде Ставьте Галочки И Прогон До Конца Смотрим На Проект То есть Вот в этом Месте Нам Черно Белый Никак Не Подходит Выбираем Цветной Серый Видите Все Красиво В этом Месте Нам Тоже Нужен Обязательно Цветной Серый Вот Такая У нас Получается На выходе Книга Вот По моему Все Отлично Да Теперь Когда мы Все Это Сделали Мы Нажимаем Сохранить Проект Как И Куда Нибудь Сохраняем Чтобы В дальнейшем Можно было Что-то Отредактировать Я Обычно Сохраняю Прям Вот Туда Где У меня Сканы С названием 123 Ну В принципе Все Можно Все Все Сохранять Дело Через Акробат Про Но Прямо В идеале Можно Еще Через Фотошоп Выполнить Пакетную Обработку Страниц А Конкретно В этом Случае Это Не Нужно Скорее Всего А Вот В случае Если бы Мы Выбрали Цветной Серый Режим То Это Нам Пригодилось Потому Что Там Сканы Были Были Такие Серенькие То Есть Плохо Неудобно Было Было Их Читать Из-за Их Несветлости Но Чуть Позже Это Покажу На Другом Примере Только То Сейчас Мы Берем Открываем Акробат Про Сейчас Найдем Его Вот Он Вот Он Вот Он А Здесь Мы Нажимаем Объединить Файлы В PDF И Вот В Это Вот Окно Мы С Вами Перетаскиваем Наши Файлики Из Папки Out Само Собой Вот Наши Файлики И мы Нажимаем Объединить Файлы Вот У нас Результат На выходе Сейчас Подвину Вот Книжка Пошла Сейчас Сделаем Масштаб Стопроцентный Вот Как бы Мы Все Отлично Отсканировали Все Это Читаем И Видно Как Нам Это Все Распознать Нажимаем Инструменты Распознавание Текста В этом Файле А Язык Настройки Выбираем Русский Не забываем И Нажимаем Ок Вот Пошли Распознаваться Страницы Все Страницы Распознались Мы Можем Книжку Сохранить Как Там Куда Нибудь И На этом Работа Будет Окончена Но Сам Процесс Когда мы Делаем Черный Белый Ну Как В данном Случа Мне Не Очень Нравится Лучше Делать Конечно Цветной Серый Там На выходе Получается Гораздо Лучше Но Не Для Этой Книги Потому Что У нее Страница Желтоватая Сейчас Я покажу Быстренько На другой Книге И Вы Поймете Прям Минут 5 Вот Он Следующий Пример Здесь Вот Мы Уже На Выходе Видите Вот Все Прям Идеально Все Очень Хорошо Красиво Да Книжка Белая Там Новая Вот И Здесь У нас Один Момент То Что Как Бы С Этим Идеалом У нас Текст Тишком Серый То Есть В идеале Нам Его С вами Почернить Вот Как Это Делается То Есть Папка Выхода Вот Она Эта Папка Выхода Мы Находим Изображение Как Я Уже Сказал С Изображением Открываем С Вот Допустим Вот Это Вот Изображение Вот И Здесь Мы Нажимаем Вот На Action Здесь Нажимаем На Этот Файлик Операция 13 Пускай Называется Не Суть И Здесь Мы Заходим Изображение То Сейчас Мы С Вами Пишем Как Б Определенный Набор Действий Которые Которые Мы Потом Применим Ко Всем С Кривые И вот Делаем Так Чтобы Как бы И Изображение И Текст В Книге У Нас Выглядели Красиво То есть Вот Я Эту Шкалу Поднимаю Как правило Видите У меня Текст Чернеет Все Вообще В идеале У меня И Сам Текст Стал Наиболее Читабельный А Также И Изображение Стали Ярче Нажимаю Ок Здесь Нажимаю Вот На этот Квадратик То есть Остановить Запись Все Нажимаю Сюда крест Обязательно Не сохранить Не сохранять Потому что Иначе Применится Два раза На данное Изображение Далее Выбираем Файл Автоматизация Пакетная Обработка Здесь Мы выбираем Соответственно Папку С нашими Изображениями На которые Все это Применится Я рекомендую Сделать Резервную Копию Этой папки Чтобы ничего Не запачкать Или запортить То есть Есть у меня Папка Вот Аут Я скопировал С Необработанными Изображениями Они сероватые Да Сейчас мы берем Указываем Данную Папку Все Окей Так И Выходная Папка Мы можем Также указать А можем Просто Как бы Ко всем Этим Изображениям Применить Сохранить И закрыть То есть Как бы Измениться Все эти Изображения Которые Мы указали И нажимаем Ок Операцию Выбираем Ту Которую Мы создавали В моем случае Это 13 И смотрим Как нам Фотошоп Пакетно Прогоняет Все действия Которые Я записал То есть Операцию Кривые Он накидывает На все Страницы И Все Изображения У нас Становятся Максимально Красивыми То есть Вот такой Это результат У нас Получается Все Вы взяли Все красиво Все отлично Теперь Можно переходить К последнему Этапу Такому же Это Все это Сгруппировать В Адоб Акробат Про И Сохранить Как я показывал На предыдущем Примере У нас Появится На выходе Электронная Книга С Отличным Качеством Также Стоит Сказать То что Возможно На выходе Будет Слишком Большой Размер Например Да У Электронной Книги Можно Еще Сделать Маленько По другому Это Пожертвовать Качеством Да Но Сэкономить В размере Для этого Мы можем Открыть FineReader Здесь Вот Все это Удалить Нам это Уже не нужно Мы с этим Поработали Здесь Тоже Есть такая Функция Вот Открыть Нажимаем Папку Находим Нашу Папку С Изображениями Вот Например АУД Все Их Открываем И вот Здесь Выбираем Сохранить Как документ Там Ну вот Любой Которому Нравится PDF PDF Выбираем Например Распознать И сохранить То есть Он как бы Сразу И текст Распознаст И сохранит Нам Все это В PDF Файле Более Маленького Размера Таким Вот Образом Можно Переводить Вот Бумажные Книги В электронные Также Можно Отбеливать Через Скан Тейлор Там Не то что Те же Книги А какой Нибудь Просто Скан Там Элементарно Не знаю Паспорта Там И прочего То есть Таким Образом Можно Получить Достаточно Чистый Красивый Скан На этом У меня Все Если вам Понравилось Видео И оно Вам Пригодилось Или Пригодится То можете Ставить Лайки И даже Подписываться На канал В общем Всем Удачи